МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире программа «Взгляд из Венсполса. События, люди, мнения». И с вами в студии Татьяна Соксаганская. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Венсполсе возле здания Городской думы установлена памятная стела кавалерам Ордена Лачплисиса. Изначально построили основание, а затем установили камень, высота которого около трех метров. Подобные объекты устанавливаются по всей Латвии. Финансирование, создание стелы и доставка самого камня проходило при сотрудничестве с Министерством обороны. Обработка камня и гравировка проводилась по проекту скульптора Яниса Струпулеса, который был одобрен Венсполской городской думой. Это памятное место, созданное в честь кавалеров Ордена Лачплисиса из Венсполса и ближайших окрестностей. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Согласно статистике, в Венсполсе наблюдаются положительные тенденции в сфере развития промышленности. В подсоветское время все государственные предприятия, промышленные Венсполсы перестали существовать и остались только терминалы. И мы были скептически насчет красивых радужных перспектив транзита, поскольку мы знали, мы читали, что планирует Россия, что она ориентируется на российские порты, порты стран Балтии, и по их мнению надо оставлять, и по директивам всем все меньше грузов. Эти решения были приняты в конце 90-х годов, это не сегодня. Исходя из этого, мы уже более 15 лет работаем над индустриализацией города Венсполса, и это дало конкретный результат. У нас около 15% работающих – это загруженные обрабатывающие промышленности. И если мы были последними на душу населения по промышленному производству, то сейчас мы вторыми после Валмери. И за первые полугодия рост выпуска промышленной продукции и обрабатывающей промышленности 1,6 раз при среднем показателе в Латвии 9%, у нас 61%. В Латвии средний показатель составляет 1,1%. Определяющий фактор роста в Венсполсе состоит в том, что 90% производимой в Венсполсе продукции идет на экспорт. Товары конкурентоспособны и не зависят от платежеспособности латвийских покупателей. Нам еще впереди Валмера, и наша задача ее обогнать. В Лепой мы уже обогнали. А что является таким двигателем, какие конкретные инструменты использует Венсполс для того, чтобы промышленность развивать по возможности быстрее? Ну, мы не первый в мире, который идет этот путь индустриализации. В конце 90-х мы изучали мировой опыт, в том числе Ирландии, у них очень хороший опыт был. И их опыт, и других переняли. Там первый – это маркетинг. Важную роль играет маркетинговая стратегия. Необходимо донести до инвесторов информацию о возможностях, предоставляемых Венсполским портом, о налоговой политике, об инфраструктуре. Кроме того, мы планируем построить три новых промышленных зданий для аренды по индустриальным инвесторам. Два у нас уже есть договора, третий – есть несколько претендентов. Так что через лет полтора года, где-то два года у нас будет минимум три новых предприятия и добавится от 150 до 200 новых рабочих мест. Развитие сферы производства, как и любая сфера, требует планомерной, целенаправленной работы в течение длительного периода времени. В четверг центральным событием в Венсполсе стало поднятие на берег рыболовецкого судна «Грот». Работы по извлечению грота начались с шести утра и продлились до вечера. Теперь недалеко от уже известного городского объекта судна «Азов» установлено еще одно. Это небывалое для Венсполса событие. На берег было поднято судно «Гротс». Чтобы это осуществить, был нужен специальный плавучий кран, который мы заказали в Польше. Его грузоподъемность – 330 тонн. Вес поднимаемого судна тоже немаленький – порядка 140 тонн. Рыболовецкое судно «Гротс» – культурно-исторический объект, связанный с историей морского рыболовства. Это старейший в Латвии рыболовный траулер типа «Балтика». До сих пор такие судна в нашей стране не экспонировались. «Гротс» построен в 1973 году в городе Сосновка. В Венсполсе было принято решение сохранить это судно как историческое свидетельство и сделать его городским объектом. В наши дни подобные суда уже не используются. Возле судна установят лестницу, по которой все желающие смогут подняться на палубу и посмотреть само судно, а также посмотреть окрестности. Проект предусматривает не только поднятие и установку судна, но и приведение в порядок территории, установку информационного интерактивного стенда, посвященного истории рыболовства в Латвии. Реализуется проект при поддержке Европейского фонда морских дел и рыбного хозяйства. На этой неделе учебный год начался не только в общеобразовательных школах Венсполса, но и в Венсполском вузе, техникуме и музыкальной школе. В этих учреждениях образование новый учебный год тоже встречали в праздничной атмосфере. В этом году на первом курсе Венсполского техникума начали свое обучение около 300 студентов. Директор Венсполского техникума Кристина Вагнеры рада тому, что это учебное заведение предлагает студентам интересные программы и, сотрудничая с несколькими компаниями, может предоставить своим воспитанникам места для стажировки. Приоритетом работы школы в этом году будет качество образования. В этом учебном году особое внимание мы уделим преподаванию общеобразовательных предметов и результатам. Чтобы наши воспитанники были конкурентоспособными не только на рынке труда, конкурируя с другими профессионалами, но чтобы они могли поступать в высшие учебные заведения, продолжая получать образование в выбранной ими сфере. Этот день был торжественным и праздничным и для студентов Венсполской высшей школы. Первокурсники с нетерпением ждали начала учебного года и некоторые уже успели даже выучить слова студенческого гимна «Гаудеамус». Вы сами из Венсполса? Мы из Риги. Почему решили приехать в Венсполс? Здесь красиво, море, прекрасная инфраструктура. Я тоже из Риги, наслаждаюсь этим городом. Здесь классно. Я мечтаю выучить немецкий язык. Возможно, какое-то время потом поживу в Германии и вернусь в Латвию. А я мечтаю развиваться в музыке, параллельно объединяясь с учебой. 3 сентября Венсполская музыкальная школа новый учебный год встречала в полном составе на площади Лелэйс, около строящегося нового здания школы. Торжественное мероприятие посетил председатель Венсполской городской думы Айварс Лэмбергс, который вместе с директором Венсполской музыкальной школы Андрисом Григелесом подписал соглашение о сотрудничестве в области профессионального образования. Новые знания, я считаю, что самое главное даст нам то, что мы опять будем вместе. И маленькая школа, и средняя школа, и все педагоги. Мы не будем разделены по всему городу и с этим связанными всеми неудобствами. Ну и главное то, что мы будем в новых, модерных, соответствующих сегодняшнему дню учебных классах. Там будет много классов, и что все, например, друзья, которые мои, друзья, которые ходят в музыкальную школу, мы можем там встречаться, ну, разговаривать о музыкальных инструментах, о музыкальной школе, и что будет так, ну, близко получается. Ну, как любое серьезное и оригинальное дело, оно было осеяно печнями, или как это назвать по-русски. Нам очень мешали, что мы получили деньги Евросоюза, нам очень мешали, что мы получили деньги, связанные с климатом, но все это мы преодолели. И 2019 года, 25 июля, будет и первый концерт. Всех приглашаю, кто получит билеты. В этом году День знаний в Венсполской музыкальной средней школе был особенным. Ведь в нем приняли участие как студенты музыкального училища, так и юные воспитанники, которые только начинают свой путь в прекрасный мир музыки. В новом учебном году учащихся ждет покорение новых вершин, освоение интересного материала. Начинается новый этап в их жизни. В преддверии начала отопительного сезона компании, обслуживающие дома, напоминают, что есть возможность снизить уровень потребления тепловой энергии. Основной метод – утепление зданий. Опыт показывает, что утепленные многоквартирные дома платят за отопление значительно меньше неутепленных. Проекты по реновации домов требуют больших расходов, но на их осуществление можно привлечь значительное софинансирование. Предприятие самоуправления Венспол с Некустами и Ипышами следит не только за тем, чтобы в домах, которые обслуживает это учреждение, проводились необходимые ремонтные работы, но и за тем, чтобы реализовывались проекты по утеплению зданий. На осуществление реконструкции требуются масштабные финансовые средства, но есть возможность привлечь софинансирование. Работы по утеплению происходят с привлечением двух видов финансирования. Один вид – финансирование Венсполской городской думы, которая выделяет средства на осуществление первого шага, проведение энергоаудита, позволяющего понять, какие работы необходимо проводить. Затем следуют проектирование и сами строительные работы. Если работу по утеплению проводить по частям, не достигая сразу целей, которые оговорены в программах Европейского союза, то можно привлечь финансирование Венсполского самоуправления. Если жильцы дома хотят провести комплексное восстановление здания и его утепление, тогда можно использовать европейское финансирование, которое составит 50%. Но при этом необходимо достичь определенной цели – потребление тепловой энергии в размере 90 кВт-часов на квадратный метр в год, что составляет 40-50% от нынешнего объема потребления. Проект предусматривает выполнение определенных условий, требующих больших финансовых вложений. На сегодняшний день 14 венсполских домов подали заявки на проведение работ по утеплению. В некоторых строительство начнется в ближайшее время. Проект дома по адресу Звайкжню-5 уже согласован с агентством «Алтум», и мы готовы к реализации. Ждем осени, когда сможем провести закупочный конкурс на следующий год. Еще три проекта поданы на рассмотрение в «Алтум». Ждем результатов. Пять проектов поданы на утверждение в городской отдел архитектуры и градостроительства. Для этих девяти домов сейчас ведется работа по развитию проекта. Много времени занимает подготовка документации. Рассмотрение и утверждение проектов находится не только в компетенции строительного управления. Соответствие проекта нормативным актом оценивает и институция, выделяющая финансирование. В данном случае это финансовое агентство «Алтум». И у него есть свои требования относительно документов. Агентство скрупулезно рассматривает все детали проекта. Когда все утверждено, мы можем идти в банк и говорить о кредите. Перед тем, как начать строительные работы, проводится закупочный конкурс. Затем цена согласовывается с владельцами квартир. И если они выражают свое согласие, то приступаем к работам. Практика показывает, что в утепленных домах значительно снижается потребление тепловой энергии. Чтобы покрыть все необходимые расходы, наряду с привлечением финансирования, большинство домов в течение нескольких лет копят средства, чтобы внести свою часть. В Венсполсе завершаются работы в рамках проекта, призванного уменьшить риск возникновения наводнения на территории города. С весны проводились работы по приведению в порядок центральной мелиорационной системы. Уже наступила завершающая фаза проекта. Подробности в сюжете. Так как Венсполс находится в списке городов, подверженных риску наводнений, в нашем городе очень важно развивать проекты для устранения таких рисков. Реализация объемного проекта была начата еще в прошлом году, когда были проведены работы по очищению главного мелиорационного канала – Видумупите. Русло канала было очищено, но проект на этом не закончился. Для нас это стало вызовом. Объемный проект, который мы начали реализовывать еще в прошлом году. Этот проект – мероприятие по снижению риска наводнений в городе Венсполсе. Он состоит из нескольких компонентов. Очистка канала Видумупите, строительство коллектора Насаркадмужас Дамбис, а также строительство коллектора в 6-й средней школе. Еще и строительство большой канавы в Жашце, возле объездного моста. Проект вошел во вторую и заключительную фазу. Начаты работы на последнем объекте этого проекта, который находится недалеко от Венсполского аэропорта. Здесь мы соединим Видумупите с каналом государственного значения Баланю. В рамках проекта запланирована перестройка канала, очистка труб, которые проходят под взлетной полосой, а затем соединение Видумупите и Баланю. Из этого относительно удаленного района города, с конца улицы Ганебу, дождевая вода будет проходить по более короткому маршруту. Весь объем дождевой воды больше не будет проходить через город по каналу Видумупите. В результате этого уменьшится риск затопления территорий, расположенных рядом с Видумупите. Подобные работы в Венсполсе до сих пор не проводились, но полученное софинансирование Европейского регионального фонда дало возможность реализовать этот проект. Общая сумма расходов немаленькая – 1 миллион 700 тысяч евро, из которых 85% – это софинансирование Европейского регионального фонда. Иначе это была бы большая нагрузка на городской бюджет. Запланированные работы проекта проходят в соответствии с установленными сроками. Для проведения работ привлечены как местные предприниматели, так и строительные фирмы из других городов. От улицы Бревибас до улицы Дурбес продолжается укрепление береговых склонов Видумупите. Есть ли еще у нас места в городе, где существует риск затопления? Да, такие объекты в городе есть, но из-за ограниченного финансирования их невозможно было включить в проект. Одно из таких мест есть в Парвенте на территории Сталдзены, где необходимо тоже провести подобные мелиорационные работы. Этим летом в Венспилсе преобладала сухая солнечная погода. И тем не менее, продолжительные дожди, наблюдавшиеся осенью прошлого года, свидетельствуют о том, что Венспилс находится в зоне риска наводнений. Проекты мероприятия по снижению риска наводнений в городе Венспилс будет осуществляться до 2020 года. И 85% от всех расходов выделяет Европейский фонд регионального развития. На этой неделе в Венспилсе установили дополнительные точки сбора сортированного мусором. До сих пор контейнеры для сбора стекла и пластмассы были установлены в 48 местах города, в дворах многоквартирных домов, у магазинов и школ. Также работают и два пункта приема сортированного мусора на якобы 47 и Сигулда с 8А. В целях содействия развитию процесса сортирования отходов в городе устанавливают 20 дополнительных контейнеров, в которые можно будет выбрасывать сортированный мусор. Напоминаем, что в контейнеры для сбора стекла необходимо помещать чистые бутылки и банки, а в контейнеры для пластмассы выбрасывать предварительно сплющенные пластмассовые изделия, например, бутылочки из-под косметики, бытовой химии, от напитков. Более подробную информацию можно получить на домашний интернет-страничке Венсполского комбината благоустройства Венсполская городская дума уже давно принимает участие в софинансировании различных проектов по улучшению состояния внутренних дворов жилых домов города. Уже совсем скоро начнутся работы и во дворе дома по адресу Саркан-Мужес-12. Этот проект долгое время ждал своей очереди и, наконец, будет реализован. Двор по адресу Саркан-Мужес-12, можно сказать, уже очередной объект. Многоквартирные дома используют поддержку, оказываемую Венсполским самоуправлением, и получают софинансирование в определенном объеме на проведение конкретных работ. Например, на строительство тротуаров 80%, строительство проезжей части 70%. Ставки поддержки разные. Многоквартирные дома используют эту возможность и приводят в порядок свои дворы. Благоустройство двора Саркан-Мужес-12 предусматривает строительство новой дорожки до входных дверей дома. Там немного надо переделать и достроить, потому что часть, принадлежащая самоуправлению, благоустроена. Но до конца работы не доведены, потому что на тот момент актуальным для дома было утепление. Более года назад жильцы приняли решение о благоустройстве двора. Но была задержка. Пришлось проект пересогласовывать, поэтому все затянулось. Эту программу используют многие дома, и конкретно этот дом, рядом с которым мы стоим. Этот двор тоже будет благоустроен. И тогда наступит очередь Саркан-Мужес-Дамбис-12. Уже получено разрешение на строительство, и работы скоро начнутся. Договор на реализацию проекта был заключен с компанией Вент-Бетонс. В этом году особым достижением стало присвоение предприятию Вент-Бетонс Рейс платиновой категории индекса устойчивого развития, свидетельствующей о том, что на этом предприятии работа организована на самом высоком уровне. Несомненно, за шесть лет участия в конкурсе индекса долгосрочного развития мы выросли. Первый год мы сразу получили серебро, затем еще раз серебро, потом три года подряд у нас было золото. В этом году получили самую высокую оценку – платиновый приз. Мы довольны такой высокой оценкой, которая доказывает то, что мы не зря вложили силы и средства в обучение работников, в их образование, в профессиональный рост в сфере обслуживания пассажиров, а также в решение вопросов, касающихся охраны труда, в налаживании связей с местным обществом, самоуправлением. Работа во всех этих направлениях оценивалась и привела к такому результату. Насколько предприятие соответствует одной из пяти категорий долгосрочного развития, определяет экспертная комиссия, оценивающая существенные сферы работы предприятия, стратегию, рыночные отношения, рабочую среду, влияние на окружающую среду, вклад в общество. Шестой год нас признают и предприятием дружественным в семье. Я считаю, что это тоже очень высокая оценка. И это свидетельствует, что мы заботимся не только о своих пассажирах, но и о своих работниках. Создаем условия, чтобы они могли проводить время со своими семьями. Статус дружественной семье коммерсант в этом году получили 38 латвийских предприятий. Среди венсполских этой наградой удостоились Венсполсрейс и Венсполснафтотерминалс. Присвоение этого статуса дает право размещать на домашней страничке предприятия вот такое лого. В этом году предприятие было отмечено и со стороны венсполского самоуправления. Венсполсрейс получил приз как предприятие, заботящееся о положительном влиянии на окружающую среду. Три года назад для нас стало приятным сюрпризом то, что мы получили приз города за бережные отношения к окружающей среде. Редко какое предприятие, работающее с топливом, со смазочными веществами, может получить такую высокую награду. В этом году приз мы получили уже в третий раз. На предприятии Венсполсрейс заботятся о сортировке отходов, о создании достойной рабочей среды, об использовании энергоэффективного оснащения. Кроме ранее упомянутых наград, Венсполсрейс получил и сертификат «Сильнейший в Латвии», подтверждающий финансовую стабильность предприятия. Венсполский приморский музей пригласил Венсполща на традиционный день властей. Раз в год в начале сентября жители с разных уголков Венсполского края собираются в музей под открытым небом и общими усилиями делают праздник для себя и для горожан. Это мероприятие наглядно демонстрирует особую душу жителей, удаленных от крупных городов территорий, готовых поделиться ценными знаниями, плодами своего труда и умеющим веселиться. По традиции в начале сентября в Венсполском приморском музее проходит День властей. На этом празднике собираются жители Венсполского края, демонстрируя друг другу и городским жителям свои умения, достижения и знакомя со своим бытом и культурой. Каждая власть хвалится своими достижениями, как в области кулинарии, так и в области ремесленничества. Самая большая ценность этого мероприятия в том, что оно прошло проверку временем. Мероприятие проходит уже в 16-й раз, и если мы посмотрим вокруг, то увидим, что собралось очень много людей. Если им нравится, они посещают этот праздник, это самая высокая оценка. Юркална может гордиться ремесленничеством, может гордиться ткачихами, может гордиться своим особым супом и шпротами. Мы много что делаем, печем пироги и многое другое. Традиции проведения дней властей уже 16 лет, а идея принадлежит женскому обществу Венсполского края «Спарни». На центральной сцене в течение всего праздника мюзицировали различные коллективы Венсполского края. А на территории всего музея каждая власть оформила свои стенды, непременным атрибутом которых были дары осени и изделия ручной работы. Мы каждый год приезжаем, это прекрасное место. Вы сегодня торгуете изделиями, изготовленными собственноручно? Да, мы все делаем, сами помогаем друг другу. Что вас побуждает участвовать каждый год? Это же само по себе понятно. День властей – это хороший посещаемый праздник. В этом году рукодельницы Венсполского края приняли участие в проекте, посвященном столетию Латвии. Каждая волость представила свой фрагмент вязаного шарфа, который станет частью общей работы латвийских рукодельниц. Эта идея не принадлежит нашему краю. Она появилась в каком-то из латвийских краев. Мы с готовностью откликнулись, работники культуры обсудили свой возможный вклад в празднование столетия Латвии. Нам понравилась эта идея. Учитывая, что в наших властях много рукодельниц, есть и такие, кто работают индивидуально, есть и такие, кто объединились друг с другом. Эта идея пришлась по вкусу и им. Для участников мероприятия День властей – это возможность встретиться со своими давними знакомыми, обсудить последние события, пообщаться с городскими жителями, хорошо провести время, чтобы зарядиться положительными эмоциями, которые будут согревать длинные зимние вечера. Это все события на сегодня. Я с вами прощаюсь. До новых встреч. От встречаемся мы во вторник в 18.30 на канале Ре ТВ. Редактор суббитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Егорова Кронос-квартет-концерты, билетес, юрис-варту и билетес-сервисы-кассейс. Отбалста – Валстскултур-капитала фондс и Венспилс-пилс-эта. В воскресенье 9 сентября в 12 часов в детском городке и в 15 часов в детском парке «Фантазия» все дети смогут принять участие в интерактивном спектакле для детей «Таинственный остров». Мероприятие проводит творческое объединение «Театр и я», а поддерживает интерактивный спектакль «Самоуправление города Венспилс». Вход бесплатный.